Вот они малыши. Держатся, держатся за тихо. А ты чё там? Наконец-то череговоры прошли успешно. Со свиноматками. Подписали мировое соглашение, и они согласились опороситься. Ждал я этого опороса в субботу, а они опоросились с понедельника на вторник. Вот это чё, красота, двадцать второе. Двадцать второго с шести... Вот это вот с шести до двух... до часу, наверное. До часу поросилась. Очень тяжело. Один мертвый родился. А это... это я в третьем часу пошёл домой спать. И около шести пришёл. Эта уже опоросилась сама. Всё хорошо у неё. Но проблема была в том, что она не подпускала к голове своей. Кормить кормила... Кормить кормила всех. А вот голове подойдёт поросёнок, она его кусала. Ну, я не знаю, насколько сильно. И своей мордой откидывала в сторону. И мне пришлось дежурить. Вон там две доски опустил, чтобы они не вылазили. Каждые полтора часа я их кормил. Ну, то есть высаживал оттуда и подсаживал к ней. Кормить она кормила. Каждые полтора часа. Вот сутки я отдежурил. Вот сегодня уже утром. Один раз пришёл под утро. Один поросёнок перелез и лежит у неё. Отсасывает. Ладно, покормил. Второй раз прихожу. Такая же ситуация. Потом думаю, дай-ка я выпущу. Открыл доски. А, ну и смотрю, наблюдаю за ней. Смотрю, поросёнок один пройдёт. Она даже ноль эмоций. Второй потом начала принюхиваться. И всё нормально. Теперь я поднял эти доски. Теперь она признала их. И всё хорошо у них. Кормит. Всё отлично. Так что давно хотел именно дюрков на лапу. Наступило поросёнку. Я думаю, чего он орал. Я думаю, кто-то его за нос схватил. Обычно вот почему они дерутся за титьку. Один поросёнок присосался к титьке. Другой увидел, что он сосёт титьку. Он старается отбирать. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Боевик-боевик-боевик. Во, смотрите-смотрите. Ты посмотри. Ты посмотри. Ты посмотри. Вторые сутки пошёл, а они... Тори чё творит. Ты смотри, как выясняет отношения. Ты чё... Ты чё делаешь? Он же к тебе не лезет. Ну-ка. Ты посмотри, у них селище. А эти зубы-то какие острые. О-о-о-о. Я начал отодвигать его как-то. И он меня как цапнет. И его поросоты. Как они терпят друг друга. Ну так и вот, мне да рассказал. Один сосёт, второй видит, что сосёт. И начинает его за морду кусать. Отталкивать от титьки. Почему так происходит? А-а-а... Хотя я тыкаю носом в другую титьку его. Он не хочет убрать. Он хочет именно вот эту, уже рассосанную, готовое там молоко. Так как поросёнок, когда начинает сосать, молока ещё нету. Оно начинает прибывать при массаже груди. Вот-вот-вот-вот-вот. Вот как он? О! Не видно что-то нифига. Ну, и короче, молоко потом начинает поступать. А некоторые ей ту тему прочухали. И хотят на халявку. Отбирают птичку у поросёнка, у другого, и сосут. У них война начинается. Они орут аж. Дерутся. Так что вот так всё хорошо, всё прекрасно. Ты там где? Как бы не наступить на тебя. Вот они. Начинают. Поросят. Кушать начинают. Поросят. Поросят. Что? Ходили. Качались. Сегодня уже выясняют отношения, кто круче. Поросят. Вот этот мини пиги долматинец. Ну, самый маленький. Долматин. И вон ещё один. Ну, тот чуток побольше. Ну, побольше, но. Это совсем маленький. Вот так вот. Вот так вот. А эти? Эти ещё отношения не выясняют. Но завтра, наверное, уже будут. Дюрочки. Вот такие маленькие дюрочки. На сайте. Вот так вот. вот как они дерутся наш далматинец лезет упорно самый маленький и вот еще три пятна на спинке на задней части посередине и сбоку так что ладно будем сейчас кормить кормить надо помочь вот это давай 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 я подержу вот они там все что ли ты чё что-то мало ты их покормила что случилось-то мадам они еще не успели поесть а ты уже кстати молоко прибывает одну минуту потом она заканчивается с каждым возраст из каждом прибавлением веса у поросенка прибывает по мере надобности количество молока мамки такая не хочет пока кормить так ну ладно все